И всем привет, ребята! С вами Ниагара, очередная серия прохождения Зиногирс. В предыдущей части мы выдержали очень трудное сражение с неким Идом. Красный робот и какой-то красноволосый человек. Сейчас мы вернулись на Ингрозил. Девочку-то у нас забрали. Которая... Нано-машина, которая, короче говоря, новые разработки. И забрал ее некий Криеллиан. Наш новый соперник. Новый враг. Так, после последних похождений мы изрядно истощили запасы всего. Поэтому сейчас срочно идем затариваться. Тут, кстати, Исайя опять пьет. Опять в баре. Мейсон, ты что, ему наливаешь? Как здесь стало оживленно. Прекрасно. Надеюсь, что в будущем он сможет услужить нам гораздо лучше. Запишемся позже. Сейчас нам нужно пойти в ангар с роботами. Заглянем снова. Посмотрим, может быть, появились новые детали. И еще нас ждет тут небольшой сюрприз. А может быть, огромный. Как знать, как знать. Ну и, в принципе, ничего такого здесь и не появилось новенького. Я очень надеялась. Мы подзаработали деньжат. Я так надеялась на то, что что-нибудь новенькое появилось. И вот неожиданность. Робот-фея весь дымится. И фей на ногах. Фей! Да, кстати, наши же ребята не знали, что он очухался. Ах, док. Фея уже стала лучше. Да, наверное. О чем ты говоришь? Я думал, что ты еще не выздоровел. Тебе не следует этого делать. Я и сам не знаю, что я здесь делаю. У меня еще пока не прояснился рассудок. Фей, ты пока не должен ходить. Алканшель. Замечен прямо по курсу. Короче, новый робот. Приготовить роботов к запуску. Да, у нас такая вот проблема. Это здоровенный робот, которого мы уже видели. Он нападает. На их грозил. Кажется, они за нами наблюдают. Я должен идти. Такой фея опять куда-то. Ты не в состоянии участвовать. Позволь нам с этим разобраться. А, он хочет участвовать? Да ну нафиг. Кажется, пришло время свести счеты. Но фей должен отдыхать. Да, я отведу фею в лазарет. Билли, разберись со всем остальным. И кого мы берем. В общем, цитана фея отправили в лазарет. Давайте только не Элли. Возьмем Барта. Вот так вот. Это что, стол? А что у него с лицом? Что случилось с твоим лицом? Наблюдение. Какой обходной путь. Просто позабудьте об этом. И все будет кончено. Тот, кто станет врагом священной газели, будет уничтожен мною. Покайся сейчас. Тебе нужна сила? О нет. Кто ты? Это наш приятель граф. Он всем раздает силу. Бесплатно. Причем раздает нашим врагам. Исключительно. Нам ни разу не предложил. Я граф, ищущий силу. Ты тоже жаждешь силы? Сила? Здесь есть сила? Я получил это тело от Крейлиана. Это Крейлиан с ним такой сотворил. Понятно. Все силы это туфта. Ты думаешь, что можешь победить лишь этим? Он намекает, что с ними не так-то просто справиться. Что значит сила это туфта? Поддельное тело, мнимое пробуждение. Все это бесполезно. Я дам тебе силу. Не давай. Как мы будем с ним биться? Мой кулак это божественное дыхание. Расцвети упавшее семя и раскрой свои спрятанные способности. Одари себя талантами и славной матери разрушения. У нас то у нас дают какие-то крики. Капец. Нам всем капец. В общем-то, атаковать его, по-моему, сейчас совершенно бессмысленно. Да, у него стоит какой-то барьер. И атакует он вот этими такими лучевыми повреждениями. Но у нас стоит защита. Аж 75% от повреждений. То есть, представляете, насколько он мощно сносит. Я не помню... Да, у Барта не стоит такой защиты. 1300, потому что жесть. Да, пока все по нулям. Да-да-да. Нам пока ничего другого не остается, как стоять в защите. Вообще, вот что делать? Что у нас есть? Ничего нету. Бесполезно так не пробиться. Это какой-то барьер. Какое-то отрицательное чувство ненависти, каким-то образом превращенное в эфир, формирующий барьер. Если бы мы тоже могли превратить силу воли в эфир и вернуть ему дар. Ха, сын Исаи, ты страдаешь? Когда я забрал тебя 4 года назад, это было сделано в знак дружбы с твоим отцом. В этой ненависти была запятна дружба с Исаи. Мы соревновались за командование Гебблером. Исаи, ты как зверь, ты украл Рошель, которую я любил. Вот что мы узнали. Что он любил Рошель? Офигеть. И бросил командование Гебблером, которого я так жаждал. И затем исчез из Соляриса. Узнаем поподробнее эту историю. 4 года назад, когда его искали по всему миру, не было найдено ни малейшего следа. Снова повторяется ролик с убийством матери Билли. Рошель, опозоренная им. И в напоминании об этом позорит ты и твоя сестра. Через мудрость Креллиана, используя Велса, я спас Рошель от горя. Короче, что он сам как бы и приказал этим Велсам убить Рошель. Якобы опозоренную Исаи. Ах ты сукин сын, ты используешь Велса против моей матери. Да, Билли, дай мне рассказать тебе кое-что хорошее. Эти рипперы, которых ты все время уничтожал, на самом деле люди. Они были избраны Этос и превращены Креллианом. Ты убивал людей. Ха-ха-ха, презренный сын презренного отца. Ха, покайся мне, искупи свои грехи. Нет тебе не о чем жалеть, Билли. Ты говоришь, что ты любил Рошель. Ты всегда был самовлюбленным болваном. Этот голос. Я возьму этого. Используй этого, Билли. Если ты используешь это, ты можешь пробить барьер. Это Бантлайн. Это робот с эфирной пушкой, где пилот летит непосредственно в пуле. Если бы мы могли его использовать, мы бы смогли пробить барьер негативной силой ненависти Стоуна. Однако, однако, однако. Короче, отец Билли пришел нам на помощь. Дело в том, что он хочет пожертвовать собой, я так поняла. Билли, если мы совместим наших роботов, тогда мы сможем пробить барьер нашим совмещенным ударом. Я на время облокочусь на тебя, а ты пока прицелься. Давай разберемся с этим раз и навсегда, Аштейн. Я тебе обещаю, что ты не увидишь Шершель, когда будешь умирать. Потому что пунктом твоего назначения будет ад. Я знал это, Исайя хочет его использовать, его нужно остановить. Билли, ты меня слышишь, Билли? Бесполезного ответа нет. Билли, ты теперь знаешь, не так ли? Все учения Штайна были обманом. Эта сфабрикованная система была нужна, чтобы утешать людей с хрупкими душами. Но ведь вера и Бог – это те вещи, которые даются тебе, а не кем-то посторонним. Ты их должен найти внутри себя и сам. Вещи, которые нельзя описать словами, которые нельзя выразить словами. Разве не это означает Бога? Не спрашивай Бога, потому что Бог не ответит. Я познакомил тебя в детстве с оружием, чтобы ты смог защищать людей. Ты говоришь, что пистолеты – это лишь инструменты для убийства. Но ты ошибаешься. Пистолеты не убивают людей, люди убивают людей. Ты никогда не смотрел на выражение лиц этих риперов, которых ты убивал. Это очень мучительный процесс быть превращенным в рипера. Чтобы как-то ослабить боль, они ищут крови человека, поэтому нападают на людей. Но она не подавляет их истинную боль в сердце. Есть всего один способ избавиться от этой боли – это путем уничтожения. Поэтому у всех риперов, которые были избавлены от страданий, такие умиротворенные лица. Пистолет спас тех людей, которые были превращены в риперов. Это не каждый может сделать. Пропихнул ему, что он все равно молодец. Вера, которая заставила тебя сделать это, не была ложной. Бог внутри тебя. Отец. Ладно, пойдем, Билли. Вот такой вот он, небольшой робот, и превращается в пушку. Слишком поздно. Билли. Это оружие, которое использует своего пилота в качестве боеголовки. Что? Значит, отец? Билли, ну ты почему не слушала-то? О, боже мой. И сейчас у нас появилась, наконец-таки, возможность его атаковать. Да, мы пробили барьер. Баба-бац. Жестко. Очень серьезный враг. Вообще еще, особенно, когда так мажут, как некоторые. Так, ну, главное, чтобы он этой атакой не нападал на Барта. Я ничего не поняла. А что у нас такое-то? У нас же стоят барьеры от этой атаки. Неужели он снижает больше? Так, и сейчас надо мальчиков подлечить. Конкретно Рико и Барта. Убили пока не так плохие дела. Так, сейчас на кого? Ага. Неплохие дела были до того, как его атаковали. Ну, ты продолжай атаки. Так, мальчики пока лечатся. Эм, да. Останавливаем хп. Бабац. Сделаю его медленным. Ну, это не страшно. Отлично. Так, а что, что он еще сам себе хп не восстанавливает? Как многие, кстати говоря, из... Из врагов. Ну, вот это опять, блин, такая мощная атака. Капец какой-то. Враги пошли. Все сложнее. Теперь плохо убили. С хпшками. Бабац. 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 Кто теперь, че там? Ха. Непонятно. Главное, партнер, не мажьте. Не промахивайтесь. У нас так плохие дела. Только сказала и били мазуну. Ну, ладно. Так, барт в атаку. Ну, я били, наверное, сейчас подлечу. У нас мальчики такие еще ничего вроде чувствуют себя. Да. А били страшно. Ну, ладно, атакуем, а потом лечимся. Потому что вдруг он сейчас проведет мощную атаку. Тогда все, робот сломан. И уже не оживишь, как персонажа. Тут все. Погиб так погиб. Мощная атака, блин. На Каркова. Эх, живы, надо же. Всех лечить. Ну, как я уже говорю. В каждом, наверное, поединке в таком жестком. Что самое-самое важное, чтобы выжил хотя бы один робот. И все. И это будет наша победа. Даже если погибнут остальные. Так. На кого используем? На Рико. Ну, Рико больше всех хп. Ладно. Уровняли шансы. Чертовски мощный робот. Мощные атаки. Так. Все. Боже мой, все. Еще при этом он нанес нам удар. Взорвавшись, по-моему. Сразу повысили уровни все. Выучили. Выучил Билли там. Какой-то удар. Обязательно посмотрим папа. Да, ну. Исаи пожертвовал собой в этом поединке. Билли. Я не должен был этого делать. Нет, ты не виноват. Пострелял в воздух. Это лучший способ увидеть отца. Ну, я бы перевела не увидеть, а как бы... Помянуть, что ли, как сказать. Ты прав, спасибо, сынок. А вот и он. Папа. Старик, ты в порядке? Лучше тебе поверить. Я не оставил в покое этот мусор. Я его улучшил. Ой-ой-ой. Но больше я этого делать не хочу. Но если говорить об Аде, то я очень удивлен, что такая атеистичная личность, как ты, веришь в загробную жизнь. Ох. Так ты слушал? Это было проклятие. Разве для него это не подходящий конец? Это определенно в твоем стиле. Папа. Папа. Вот, смотрите, Примера заговорила. Прим? Прим, что ты сказала, а, Прим? Папа. Ты слышал? Кажется, проблемы Примера были решены. А, Прим заговорила. Прим, только что говорила. Эй, Прим, а теперь скажи мое имя. Скажи Билли. А как же это? Они полностью опустошили нас. Эта банда перешла от плохого к худшему. Как ты думаешь, разве сейчас не подходящее время для того, чтобы рассказать своему сыну правду, приятель? Ты ведь не просто так здесь болтался, чтобы пить и драться. Не так ли? Я уверен, что он хочет знать, что ты задумал. Правда, Билли? Да, это значительно бы улучшило мое самочувствие. Я знаю, как обо мне все время беспокоился мой отец. Но я еще пока не разобрался со своими чувствами. Что ты имеешь в виду? Я очень рад, Прим теперь может говорить. Но она только все время зовет отца. Но ведь я все время заботился о ней. Что с ней такое? Вот так вот. Ревность убили. Потому что отец их в свое время бросил. А теперь Прим, папа, папа. Успокойся, Билли. Я уверен, что она просто стесняется. Она скоро и тебя начнет звать. Моя дочь даже не называет имени своего отца. Ужас. Слушай, старина, почему ты работал все это время один? Этого нельзя было избежать. Но теперь мне, наверное, понадобится твоя помощь. Хорошо, я расскажу тебе больше. Пойдем в оружейную комнату, чтобы немного выпить. Сейчас опять Сига накидают. Когда я была в Солярисе, я узнал о секретном плане. Это был план Малах М. И он проводился под руководством Крелиана. Чтобы выполнить план, много ягнят было собрано Этасом, чтобы сделать их подопытными кроликами. И вернее сказать, чтобы сделать их риперами Велса. Поскольку мне были противны методы Соляриса, я решил дальше расследовать это дело. Я узнал, что главный ученый плана М перенес все истинные данные о нем в тестового робота. Потом он позволил этому тестовому роботу сбежать вместе со своей дочерью, чтобы правда не вскрылась. И это, я боюсь, была последняя информация, которую я получил. Из-за того, что я узнал, я опустился на поверхностный мир. И там я прятался вместе со своей женой Рошелью и сыном Билли. С тех пор я рассказываю... Я уже чуть не то читаю. С тех пор я разыскиваю того робота и девочку. Наконец я выяснил, что дочка ученого и робот могут быть в Шивате. Все это хорошо, но я не знаю, как добраться до этого места или хотя бы с ним связаться. Шиват защищен таким крепким барьером, что даже Солярис не может ничего с ним поделать. Так что можно сказать, что ничего нельзя сделать. Мне всегда не везет. А девушку случайно зовут не Мария? Ух ты. Это та самая сестра, которую мы в Этасе спасли. Ох, вы двое в порядке, разве вам не нужно еще отдыхать? Агент Шивата. Да, я теперь могу стоять и говорить спасибо. Я тоже в порядке. Мария, да? Если я правильно помню, то ее отца звали Николаем. Этого я не знаю, но я слышал сплетни о роботе и о девочке. Это наверняка они. Так значит, этот гигантский робот находится в Шивате. Так, как нам попасть в этот Шиват? Существует ли способ связаться с этим местом? К сожалению, с тех пор, как меня схватили, я тоже утерял способ связи с ними. Понятно. Может, такой способ и есть. Изначально Шиват находился на вершине Вавилонской башни. Говорят, что на вершине той башни находится средство связи с Шиватом, если оно все еще существует. Хм. Велика вероятность того, что средство связи было уничтожено. Особенно, если учесть тот факт, что башня была запечатана Этасом. Ты снова впал в пессимизм. Просто я реально смотрю на вещи. Кажется, у нас нет другого выбора, как попытаться туда пробраться. Пока существует ворота, мы все равно не сможем избежать влияния Соляриса. Другими словами, даже если мы отвоюем Ави Хушахана, это не будет мгновенным счастливым исходом. Меня также беспокоит их секретный план. Настоящий секрет в том, что они используют людей с земли. Но что-то я не совсем понимаю секретный план и участие Этаса и так далее. За кого нас людей, обитающих на поверхности, принимает этот Солярис? Нам нечего терять, поэтому давайте попробуем туда пробраться. Мы должны выяснить правду об этих документах, найденных в штабе Этас, и о том, что сказал отец Билли. И я должен отправиться в Шиват по своим личным причинам. Да, его отец был с Шивата, как мы помним. Сейчас самое лучшее время, да? Давайте скорее отправимся к Лавилонской башне. Нам предлагают выбрать, с кем же мы туда отправимся. Даже не знаю, но в принципе, в принципе, Билли меня вполне устраивает. Рико, давайте прокачаем, может быть, Барта. Или ладно, Рико, ладно, такая компания пусть и идет. Да. Ты вернулся? Ну, что-нибудь нашел? Да, я заполучил целую колонию нано-машин. Как плохо. В любом случае, проект М идет по плану. Нам нужны высшие тела и слуги. Мы провели здесь уже слишком много времени. Мы не можем себе позволить ошибиться в конечном назначении этой новой цивилизации. Они существуют из-за своей матери. Хм. Вы предали свою мать, своего Создателя, чтобы поддержать свое собственное эго. У вас нет права так говорить. Это было глупо. Это было в прошлом. Тогда мы были загнаны в эту проклятую плоть. Но сейчас все по-другому. Я не буду подчиняться вашим приказам. Ты уже давно утратил свою плоть. И теперь ты являешься лишь данными в Сол 9000. Ну, то есть, вот этот Сол 9000, это вот этот огромный шар. И в нем заключены, так сказать, не знаю, мозговые импульсы, что ли. Я не знаю, в общем, мысли какие-то. Разум. А тела нет. Ты разве забыл, кто тебя там оживил? Может, для человека ты вечен. Но для Бога ты всего лишь один миг. Мне не стоит колебаться. И нам теперь предстоит отправиться к этой Вавилонской башне. Ну, уже в следующей части. Встретимся с вами, друзья. Пока-пока. Встретимся с вами, друзья. Пока-пока. Продолжение следует...